Здравствуйте, меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новости Тымазинского района на телеканале ЕТВ. Каждую среду 21.45 мы рассказываем об интересных людях и событиях, произошедших за неделю. Сегодня смотрите выпуски. Тымазинка стала призером первенства Европы. Житель Тымазов спас своего соседа из пожара. Начнем выпуск коротких новостей. В Черногории завершилось первенство Европы по кикбоксингу среди юниоров, на котором Тымазинка Светлана Щербина завоевала бронзу. Она выступила в возрастной категории 15-16 лет. Девушка является кандидатом в мастера спорта и обучается в спортивной школе номер один. Тренирует ее Вельмир Нафиков. В Тымазах судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль, владелец которого пытался избежать оплаты штрафа за нетрезвое вождение. Однако в итоге долг взыскали. В ходе розыска судебные приставы нашли машину и арестовали ее. В результате должник оплатил 30-тысячный штраф. В Тымазах произошел пожар в трехкомнатной квартире. Огонь повредил домашнее имущество на площади 12 квадратных метров. В квартире проживал одинокий мужчина, который с трудом передвигался из-за проблем со здоровьем. До приезда пожарных мужчину спас его сосед, который подручными средствами вскрыл входную дверь, а затем вынес на свежий воздух лежащего на полу мужчину. Благодаря действиям соседа Александра Багурина мужчина остался жив. Сотрудники МЧС России спасли из пожара 5 человек. Еще 7 эвакуировали. В Башкирии медики запустили флешмоб, требуя вернуть льготный стаж за ковид. Свои обращения из ковид-госпиталей записали медики Туймазов, Кумертау и города Уфа. Напомним, постановление правительства России действовало до 30 сентября 2020 года и предусматривало для медработников за счет одного дня работы с коронавирусными больными за два дня. Сейчас эта льгота отменена, с чем профсоюз категорически не согласен. А теперь перейдем к основным новостям. Какой бы ни была погода за окном в последнее воскресенье ноября, все семьи постараются создать теплую и уютную атмосферу. Они будут отмечать День Матери. О том, как выбрать удачный подарок для мамы, расскажем в нашем сюжете. В каждой семье День Матери отмечают по-своему. Подарки зачастую тоже отличаются друг от друга. Это игрушки, украшения, открытки, но обязательно цветы. С их выбором вам поможет сеть магазинов Букет. Многолетнее сотрудничество с производителями и лучшими брокерами позволяет магазину постоянно поддерживать широкий ассортимент. Для каждой мамы найдется подходящий букет. Мы работаем напрямую с поставщиками Голландии, Колумбии, Кении, Эквадора. С самыми лучшими плантациями. Цветок у нас всегда самый свежий. Сеть магазинов Букет отвечает не только за аромат и привлекательность самих цветов, но и за качество своих различных услуг. Именно поэтому в компании работают только профессионалы. Например, флорист Линара собирает каждый букет с душой. Вот и сейчас она готовит особенный подарок. В этом букете есть хризантема, она неприхотливая и долго просоит. Также есть гортензия. Гортензия, она очень любит воду. Чтобы дольше стояли цветы, надо подрезать на несколько сантиметров их, и можно добавлять кризалу. Сложно представить более популярный жест благодарности, чем вручение букета. Поэтому накануне Дня матери обязательно позаботитесь о цветах. У нас заказывают заранее цветы. Вы можете заказать за неделю, за две недели. Ваш букет будет готов к сроку. У нас есть служба доставки. То есть мы доставим ваши букеты, соберем по вашему вкусу. По моему опыту на любой праздник стоит большой ажиотаж в цветочных магазинах. Думаю, День матери не станет исключением. В данный момент уже ведется запись бронирования на букеты. Дорогие покупатели, подумайте уже сейчас о подарке для мамы. Ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ вы можете в магазине в Октябрьском на проспекте Ленина, 40 и в 34 микрорайоне в доме 8, а также в магазине Белебея по адресу улица Красная, 130 или в инстаграме сети магазинов Букет. Операторы помогут вам правильно подобрать букет, который затем соберут опытные флористы. Юлия Тюшевская, Нелли Гизатулина, телеканал ЮТВ. Газоны, велодорожки или стратегическое планирование – всем этим занимается урбанистика. Пока что в России к этой науке относятся не так серьезно, но с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону. Подробнее о влиянии урбанистики в Башкирии расскажем далее. 8 ноября весь мир отметил День урбанизма. Многие россияне до сих пор думают, что эта наука провела дорожки и урны, но все намного сложнее. Урбанистика посвящена развитию самых разных городских сфер – от транспорта до экологии. Возникло противоречивое суждение о том, что урбанист – практически ругательное слово, что это непонятное, ничего не значащее по сути обозначение, которое, да, действительно у некоторых вызывает ассоциацию с установкой лавочек, урн, небольшими преобразованиями, не связанными с научным обоснованием, вообще с масштабом города. На самом деле урбанистика направлена на развитие городских территорий, но построенный сквер или благоустройство набережной – результат работы большой команды от архитекторов и дизайнеров до инженеров и социологов. В Башкирии локомотивом урбанистики является Институт развития городов и сел. С 2019 года под его кураторством преобразились общественные пространства в разных городах республики. Секрет в том, что ты сам веришь в то, что ты делаешь, и транслируешь эту веру. Команда это чувствует, разделяет ее и вместе работает на результат. Урбанистика – это не только про планирование, но и про диалог и поиск общего языка. Проблемы у городов-миллионников примерно одни и те же. Дороги, сфера ЖКХ, плотная застройка. На некоторые из них могут повлиять урбанисты, но нужно достучаться и до горожан. Мне кажется, в Уфе просто немножко накопился, может быть, не самый позитивный опыт взаимодействия публичной власти и активистов. В какой-то момент, возможно, не было действительно достаточно открытого диалога, и у людей сформировалось из-за этого недоверие теперь к инициативам публичным. И в то же время у нас, у горожан еще не сформировалась культура выражения своего мнения. Но чтобы идея была воплощена, всем сторонам необходимо договориться. Здесь урбанисты выступают в качестве переговорщиков. Самыми разнообразными знаниями должны обладать и городские планировщики. Люди, которые, по сути, создают и наполняют смыслом новые территории на основании исследований и опросов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы те решения, которые принимаются в рамках развития Уфы, не были обоснованы какими-то исследованиями, данными, то есть чтобы это было вшито в какую-то стратегию развития. То есть во многих городах мира уже давно применяют стратегическое планирование. Однако в сознании большинства людей урбанисты – это люди, которые агитируют за велодорожки и развитие пешеходной среды. Но как они на самом деле могут повлиять на развитие транспортной сферы? Что мы можем сделать – это вовремя увидеть либо назревающую проблему, либо уже существующую и предложить ее решение. То есть, конечно, решение транспортных проблем, оно в первую очередь зависит от политической воли. Но чтобы эту политическую волю применить, нужно понимать, как. И вот специалист способен это сделать, математически оценив ситуацию, измерив существующие транспортные потоки. А есть ли в России вообще такая специальность, как урбанистика или урбанист? В направлениях подготовки нет. То есть у нас в университетах готовятся специалисты по разным направлениям городских специальностей, как городской планировщик, градостроитель, транспортный инженер. В Европе, скажем, есть направление, которое так и называется – урбанизм. И это направление подготовки. А у нас это чуть все-таки более специализированная, есть городская экономика, есть экономическая география. И вот на стыке разных этих специальностей у нас сегодня складываются, по сути, проекты городского развития. Пока же в России к урбанизму относятся больше как хобби, нежели большой сложной науке. Но внимание, которое оказывается городскому планированию, растет год от года. Возможно, голос экспертов скоро будет звучать так же громко, как голос чиновников или застройщиков. Андрей Шарыгин, Роман Угуманов, телеканал ЮТВ. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Тимазинского района каждую среду в 21.45. Повторы в пятницу в 8 утра и в воскресенье в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите в нашу группу ВКонтакте, телеканал ЮТВ в Тимазинском районе. Всего доброго и я вам желаю только хороших новостей.